Девушки отдыхают Дополнительно за проезд придется платить 42 рубля в месяц, плюс 180 к старому тарифу. Это если только до точки назначения и обратно. Едешь с пересадками, умножай на 2. Просчитывать траты студентка Дарья начала после 26 октября, когда власти любезно объявили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. До университета девушка добирается как раз с пересадками. Накладно, говорит, на стипендию это. 64 рубля в день. Это только один проезд. А на покушать еще нужно оставить, еще куда-то с собой сходить. Это очень дорого. И я не знаю, как-то тяжело с этим будет справляться. Наклейка непосредственно будет перед ходом. То есть я думаю, уже будет заметно, сразу человек будет понимать. Готовятся к переменам и маршрутчики, но, видимо, с другими чувствами. Предприниматель Константин Кнопногель уже заказал наклейки с другой ценой. И в ночь с субботы на воскресенье планирует обновить ими все 60 своих автобусов. И перед входом, и в салонах. Перевозчик уверен, не рост бы цен на топливо ездили бы по старому. Мы еще не успели выехать по новому тарифу, то есть увеличить тариф на 3 рубля. А то заправки уже начали менять цены. И некоторые заправки уже поменяли стоимость топлива на 3 рубля. Такое ощущение складывается, что нам добавили 3 рубля. То есть они перевожили 3 рубля в свой карман и решили, что им это нужнее. В среднем заказчики заказывают от 100 тысяч до 1 миллиона. Этой продукции им хватает где-то на неделю, на три месяца. Вот они новые и еще пахнущие краской билеты с цифрой 16. В Красноярске их делают лишь в двух типографиях. Поэтому в цехах ажиотаж. Печатают, разрезают, упаковывают и отпускают маршрутчиком. Успеть до воскресенья обещают. Альтернатива билету у красноярцев всех категорий одна – транспортная карта. Сегодня городские власти официально заявили, по ней тариф составит 14 рублей. Для этого были проведены переговоры со всеми перевозчиками, которые у нас работают на территории города Красноярска. Со всеми были достигнуты договоренности о том, что скидка по транспортной карте будет составлять 2 рубля. Кстати, старые билеты вполне можно оставить на памяти. Потом, спустя долгое время, удивляться. Неужели за такую низкую цену мы когда-то ездили? Денис Наложилов, Денис Шабанов, Новости ТВК.